Вот я плыву, грибу, а ощущение такое, что стою на месте. В чем причина, не пойму. И уже больше года нет никакого прогресса, в тупике каком-то нахожусь. Это недавно мне сказал очень опытный любитель плавания кроля на груди, которого я консультировал в зуме и разбирал его ошибки плавания. Посмотрите, у него уже очень приличная техника, плывет в режиме двухударного кроля. Готовится к заплыву на 10 километров на открытой воде, а среднюю скорость при, например, заплыве на 3 километра он может держать на уровне 1 минуты 55 секунд на 100 метров. Это на самом деле уже очень прилично, учитывая особенно, что ему уже 42 года. Что интересно, при этом пульсовая зона у него примерно на уровне 145 ударов в минуту. Это тоже говорит о высокой степени выносливости. При этом он хочет выйти на уровень 1.35, не больше, и держать такую крейсерскую скорость на всей дистанции заплыва. Но что бы ни делал он уже в течение всего года, как бы интенсивно, как бы интервально не тренировался, скорость по-прежнему стоит на месте. Когда же я посмотрел на замедленной скорости его грибок, то сразу увидел, что он цепляет воду только ладошкой. И начинается все с неправильного проноса. Он раньше времени начинает выносить предплечье вперед. А когда уже рука заходит в воду, то локоть грибущей руки находится несколько ниже кисти. И дальше грибок он делает с классическим провалом локтя, зацепив воду только одной ладонью. Такие ошибки допускают почти все любители кроля на груди, особенно когда они начинают спешить, потому что усталость, скорость и усталость ломают технику. Ну и разумеется, эффективность такого грибка будет в 2-3 раза ниже, потому что грести, ребята, я не раз об этом говорил, нужно всей поверхностью руки, ладошкой, предплечьем и плечом. В этом случае скорость заплыва будет значительно возрастать. Как же исправить эту ошибку? Захват воды только ладошкой. Первое. В ближайший месяц половину времени тренировки плывите медленно и вдумчиво кролем на груди, помного грибков на задержке дыхания, а еще лучше с фронтальной трубкой, а скорость при этом должна быть не выше 30 секунд на 25 метров заплыва. Второе. Плывите на задержке дыхания по 5-10 метров только прямыми руками, ну или почти прямыми руками. Третье. Вытекает из второго. Во время таких заплывов забудьте, пожалуйста, сейчас про три фазы грибка в кроли на груди, потому что вам только кажется, что вы выполняете правильно эти фазы. А на самом деле, какие только вы ошибки не совершаете, ребята, вы делаете их с ошибками. Поэтому совершайте грибки почти прямыми руками. А главный фокус внимания на отсутствие крючка, согнутой кисти по отношению к предплечью. Вот на это обращайте внимание, чтобы прямая была линия. Четвертое. На каждой тренировке делайте контрольную подводную съемку таких заплывов. Буквально на 20-30 секунд. Это вам за глаза и за уши будет. А если вы зацепитесь резиновым тренажером за край бассейна, как это делаю я, и поставите на дно включенную камеру или мобильный телефон, защищенный от попадания воды внутрь, то в этом случае вам вообще не нужен будет помощник. А качество съемки будет намного лучше, потому что оно будет статичное. Вы будете себя хорошо видеть сбоку и очень хорошо анализировать. Пятое. Обязательно после каждой тренировки смотрите видеозапись, как вы делаете грибки. Вы будете удивлены. На первых порах старая ошибка будет все равно вылезать, сколько бы вы внимания к этому не прикладывали. Шестое. Спустя 7-10 тренировок начинайте потихонечку увеличивать дистанцию заплыва до 200-300 метров. При этом ваша скорость заплыва по-прежнему должна быть на уровне 50-60 секунд на каждые 50 метров бассейна. Если вы себя не сдержите и поплывете на все деньги, начнете делать грибки в привычном быстром темпе, то по-прежнему ваша старая дурная ошибка вылезет, и вы не сможете ее исправить. И седьмое. Еще спустя примерно 5-7 тренировок попробуйте проплыть в таком же ключе уже на скорость, контрольную дистанцию заплыва. Если вы сделаете все правильно, то с чувством удовлетворения увидите, что ваша скорость заплыва уверенно возросла, что, собственно, вам и нужно. Ну и добавлю, что если вы хотите более детально разобраться с техникой плавания кроли на груди, смотрите по ссылке к этому ролику эти 4 бесплатных базовых урока. Там я показываю ключевые моменты, начиная от того, как делать грибок в кроли и кончая двухударником и варианты отработки дыхания. Это базовые бесплатные уроки, и они вам тоже очень помогут подготовиться к соревнованиям. Переходите по ссылке, тренируйтесь и получайте удовольствие от правильного скольжения в воде. А на этом я пока прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал из соцсети, вступайте в нашу группу по плаванию в Телеграме, в которой каждый день много полезного проплавания вокруг него. И до новых встреч. Пока!